приветствую вас друзья в этом видео будет очень много новостей за последнее время мира танков первая новость virtus pro подписали команду beyond virtus pro написали что возвращаются в эту дисциплину после длительного перерыва первый турнир где сыграет новый состав virtus pro это лига мира танков матчи которого стартуют в ноябре 2024 то есть буквально в следующем месяце напомню кто в составе beyond а теперь уже в virtus pro это анатолич позитив вильф диффундер а им bio вольф и вел и силик анатолич у нас капитан если кто не знал силик аналитик резервист теперь команда beyond и будет не только своих фанатов держать в напряжении но и фанатов virtus pro любят они до последнего на турнире сохранять интригу и держать своих фанатов в напряге это хорошо что приходят киберспортивные организации в киберспорт который делает леста в мире танков поскольку это развитие это приход каких-то там спонсоров в общем это хорошо хотелось бы побольше такого чтобы она развивалась как ни странно и стримером и разработчиком наверное было бы лучше чтобы развивалась росла и становилось лучше но это все конечно желание и фантазии но хоть у кого-то они есть следующая новость про старые игровые карты сейчас мы поговорим про развитие развитие пошло снова разработчики пишут спрашивали отвечаем но опять сами у себя что-то спросили сами себе что-то ответили недавно в новости про общий тест появилась информация о запуске события разведка боем где мы увидели черновые варианты новых карт в комментариях было много вопросов на тему почему бы просто не вернуть те локации что были раньше и уже не помню какой год подряд ответы одни и те же скажем сразу разработчики знают и помнят про все игровые локации и тут же напомним не все карты получили свои hd версии у подавляющего большинства локация которых игроки вспоминают и часто спрашивают в комментариях как раз таки и нету hd варианта это значит что карту нельзя просто взять и включить в текущую версию игры она не будет работать локацию надо переносить говоря проще воссоздать ее с нуля по образу и подобию оригинала и тут появляется следующая проблема нельзя просто взять и перенести старые локации с учетом всех игровых и геймплейных особенностей небольшие размеры порта несбалансированность хребта дракона и комарина иначе почему его называли кошмарин а также различные подсадки и проездки про подсадки я конечно знаю я даже их тренил как на них залазить и показывал себя на каналах но что такое проездки это видимо только разрабы знают проездки вне геймплейных участков на других локациях все это требует значительного переработки что по времени сопоставимо созданием абсолютно новой карты вот в этом абзаце у меня очень много вопросов во первых вот эти вот всякие подсадки и позиции очень много вызывали интереса у игроков это было очень круто научиться залазить на них использовать в нужное время люди не понимали типа что это за позиция начинали искать информацию смотреть видосы эти видосы набирали кучи просмотров всем было очень интересно это прям создавала огромный пласт и контента и людей которым это приносило заинтересованность и потом в какой-то момент это все обрубили и начали все это закрывать причем очень часто закрывали просто наглухо невидимыми стенами что поначалу смотрелось очень тупо это первое я не понимаю зачем сделали это просто сделала геймплей более пресным и обрубила огромный кусок контента который многих интересовал на мой взгляд это в минус может некоторые подсадки были но чрезмерно но некоторые можно было бы какие-то там и оставить но великие гении разработки решили что это нам не надо и сделали просто коридорные карты с кустами которые дают столько маскировки что там даже огромные танки впритык исчезают чтобы мы лупились в коридорных картах это видимо интереснее чем как-то попытаться затащить катку из какой-то там необычной позиции если ты видишь уже бой ну все и следующее я вообще не понимаю это типа разработчики попытались отмазаться но отмазка максимально глупая кто может поверить в такое оправдание это же глупость какая-то вы сами вот вдумайтесь старые карты которые многие хотят многие ждут они вспоминают какие же прикольные были карты когда они когда-то давно играли они не переведены вожди по времени перевести карты старые вожди занимает примерно столько же сколько создать новую карту и вместо того чтобы игрокам дать то что они уже многие годы просят разрабы зачем-то занимаются новыми картами очень скудно дорабатывают карты те которые сейчас есть они в то время от времени перерабатывают это просто я бы оценил как очень плохая переработка и добавляют новые карты которые автоматически у многих сразу занимают худшие места в их рейтинге карт вот этим разработчики занимаются она вопросы верните старые карты они говорят а как мы вернем они же занимают столько же времени как создание новых карт ну так потратьте столько же времени и сделайте карты которые нравились игрокам и эти карты все ждут это чё за глупость то такая вообще это что за бред давайте понаделаем новый говно карт но не будем возвращать старые которые все хотят но при этом при всем я честно скажу я не жду старой карты и вот почему при переводе вожди многие карты особенно мои любимые превратились в такие ужасные локации что просто жуть там поломаны фланги на некоторых всяких там эрленбергах всякие фьорды превратились вообще в коридорные ужасные карты без подсадок которые там были интересны и какие-то там же мчужные реки которые раньше вызывали интерес сейчас просто это turbo карта на три минуты и те карты которые мы ждем старые а это топе камарин скрытая деревня хребет дракона вин шторм северогорск митингард северо-запад порт и даже там еще какие то есть все эти карты переделывают так наподобие того что они вот по налепили при переводе вожди или на подобие новых карт которые они сделали возможно возможно мое предположение что когда разработчики научатся делать карты в геймплейном плане на приемлемом уровне возможно они возьмутся за старой карты чтобы сделать их хотя бы ну хоть на каком-то приемлемом уровне чтобы хотя бы не все игроки смешали с помоями эти старые карты когда их переделать вожди вернут в игру чтобы они выглядели хоть немного достойно поскольку если эти все старые карты о которых все вспоминают и мечтают чтобы их вернули если их переделывать в помои и вернут это будет огромнейший негатив которого и так предостаточно от тех карт которые они сейчас по налепили может быть такой вариант что они пока тренируются новый на новых картах поскольку они максимально убогие в плане геймплея поскольку тут вот есть еще такое сообщение в конце в данный момент предпочтение отдается именно созданию новых игровых локаций но это не говорит о том что классические карты окончательно забытые никогда не вернуться в игру у разработчиков есть определенные планы на этот счет о которых пока рано говорить вот как раз таки я думаю что они сейчас потренируются на создании дерьмо карт новых и потом когда хоть что-то приемлемое начнет получаться может быть возьмутся за эти старые карты но я все равно не жду того уровня интереса которые вызывали эти карты когда я начинал играть во первых когда ты новичок и все узнаешь впервые она как-то больше удовольствия приносит а во вторых все равно эти карты уже будут немного по-другому играться и разработчики будут делать их на актуальные манеры игры плюс еще по закрывает подсадки что тоже уменьшит кайф от карт и интерес так что здесь я не завышаю ожидания чтобы потом не сильно разочароваться я примерно вот оцениваю что когда разработчики научатся лепить эти помойные карты дай бог чтобы они вот по десятибалльной шкале вернули старые карты где-то там в районе четверочки четыре с половиной дай бог чтобы хотя бы одна там или две хотя бы были не мерзкие это я думаю уже будет успех прям переоценивать их мастерство строения карты я думаю не стоит вы можете посмотреть на последние карты которые не налепили это сталинград а также камчатка следующая новость новый клановый сезон 2024 2025 12 этапов кланового сезона длительность одного этапа одна неделя прайм-тайм два часа игровой режим укрепрайоны вылазки 90 дивизион там нас ждут как обычно в наградах нашивки 2d стиле золото клановые резервы клановые шевроны и потом эти шевроны мы будем в магазине клановом тратить на товары которые там есть а эта техника 2d стиле и 3d стиле там кстати новые 2d стиле прикольные по нарисовали также тут есть еще таинственный незнакомец как обычно и опять же есть в технике темная лошадка если посмотреть на танки которые тут есть из восьмерок что-то 44 облегченные что шар лорд ap 58 нормальные танки сидиси я бы не советовал брать он очень быстро устаревает поскольку рандом обрастает фугасными телегами а вот из десяток я бы порекомендовал брать готик варьер кару 45 т вк 72 01 к это три танка очень крутые классные и в прям очень сильно рекомендую обязательно брать также есть еще какая-то темная лошадка возможно это будет тяжелый китаец поскольку когда-то там его делали он одета лежит но так его никуда не запихнули а возможно что-то новенькое поскольку там огромное количество танков тестируются сложно угадать там очень много танков есть 10 уровня которые сейчас готовы в релиз к игре старт кланового сезона в ноябре следующая новость это обновление таймера до самого большого патча от игорь к следующее обновление нас ждет 17 10 в 2 часа дня видимо покажет нам новый ангар поскольку анонсировали вместе с выходом обновления альфа запланировано открытие нового крыла нпп перспектива а значит новому ангару быть подробности совсем скоро возможно туда напихают каких-нибудь механик из корабликов возможно там будет какой-то донат или какие-то штуки которые мы будем строить или что-то что будет давать какие-то бонусы может быть всего этого не будет скоро я думаю нам покажут на этом у меня все огромная пачка новостей можете про них писать комментарии что думаете на этом у меня все с вами был арчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачного дня и пока удачного дня Продолжение следует...